В Израиле 9 мая стал официальным днём победы над фашизмом только в 2000-х. Однако сам праздник ветераны, в основном те, кто репатриировался в еврейское государство из стран бывшего СССР, отмечают уже не одно десятилетие. С теми, кто пережил войну, встретился мой коллега на Ближнем Востоке Евгений Сова. Женя, приветствую. Вам слово. Парад победы в Иерусалиме считается одним из самых крупных за пределами постсоветского пространства. Вообще в Израиле праздник 9 мая начинают отмечать за несколько дней непосредственно до этой даты, потом продолжают отмечать. Это связано больше с еврейским календарём, с особенностями этого скользящего календаря. Например, если праздник выпадает на выходные дни, то в Израиле это не выходной день, но тем не менее на официальном уровне отмечают этот день. Его начинают и 5, и 6, и 7 мая. И буквально по всей стране проходят праздничные парады. Сегодня главный праздник для меня и для моего народа. Сегодня праздник для всего прогрессивного человечества. Особенно он важен для евреев, потому что евреи благодаря нашей победе стали живым, создали своё государство и живут на своей земле. Это прекрасный дом для моего народа. Слава победителям! Слава моему народу! Вы знаете, Иерусалимский парад отличается ещё и тем, что здесь на одной сцене можно увидеть представителей самых разных стран. Здесь послы и России, и Украины. Пожалуй, нет больше другой страны, где можно увидеть сегодня рядом сидящих послов этих стран. Здесь выступают многие политики, здесь выступают ветераны. В конце концов, несколько сот ветеранов приняли участие в этом марше. Несмотря на погоду, сегодня в Иерусалиме 37 градусов тепла, это очень жарко. И несмотря на это, они прошли по центральным улицам города. Их встречали израильтяне, им аплодировали. И многие здесь уже за 20 с лишним лет массовой репатриации Советского Союза знают, кто такие ветераны и что они сделали. И благодаря именно их подвигу в 1948 году было образовано еврейское государство. Спасибо, Женя, мой коллега Евгений Сова о параде в столице Израиля.